Всем привет, друзья! Сегодня я расскажу вам о том, как создать загрузочную флешку с Ubuntu либо с Linux за буквально-таки несколько секунд. Это все очень просто. Во-первых, нам понравится программа Unibus.in. Ссылочка в описании, официальный сайт. Выбирайте загрузить Windows. Ну, если у вас система Windows, либо Linux, Linux. И если у вас Mac, то загрузить Mac. Сам файл, он не установочный. Сам файл, скачивайте, он весит 4,6 мегабайта. Это очень мало, скачается очень быстро. Потом вам понадобится ISO образ. Ну, допустим, Ubuntu, да, либо любого другого Linux. Его очень много различных разновидностей. Выбирайте, во-первых, официальный сайт. Тоже будет в описании, будто.com. Выбирайте скачать. И выбирайте, ну, допустим, Desktop 2.04 LTS. И после чего ждете несколько секунд, и начинается загрузка ISO образа. Вообще, сам ISO образа где-то, значит, весит 3,5-4 гигабайт, не больше 4. Значит, ну и что ж, давайте приступаем. У меня ISO образ уже скачан. Мы просто открываем вот этот файл с Unibus.in. Значит, вот так вот он выглядит. И здесь, опять же, остается несколько секунд шагов. Первое, здесь вот нажимаем на троеточие, выбираем ISO образ. У меня ISO образ еще раз скачан. Во-первых, ISO образ у меня именно, это Ubuntu в виде Windows, да, не смейте именно так, в виде Windows. Значит, я выбираю диск D, у меня, по-моему, на диске D она была, да. И вот он, этот образ, Linux, FX и так далее. Нажимаю открыть, далее выбираю мою, значит, флешку. Причем, друзья, сама программа Unibus.in не форматирует флешки, поэтому перед тем, перед тем, как создать загрузочную флешку, ее вам надо будет самому вручную. Вот эта флешка L, нажимаем правой кнопкой и здесь выбираем форматировать. И выбираем быстрое и нажимаем начать. Нас предупреждают о том, что все файлы удалятся, мы соглашаемся. Ждем буквально-таки несколько секунд и форматирование завершено. После чего опять переходим в Unibus.in, можно закрыть форматирование, и выбираем нашу L флешку. Кстати, не забудьте, так, USB флешка, да. И, значит, так, сейчас почему-то не определяется эта флешка. Так, как... Почему-то, ну, значит, сейчас я открыл это приложение, скорее всего, до того, как вставил флешку. И оно уже было открыто, но ничего страшного. Закрываем приложение и заново открываем его. И вот сейчас, так как флешка уже вставлена, все будет хорошо, и она сразу же найдется. Итак, друзья, сейчас, секундочку. Ладно, перейду к загрузке. Ладно, друзья, легче, наверное, скачать еще раз, потому что я не могу найти, не могу... О, все, нашел. Запускаем. Открыть. И вот наше еще раз. Давайте проверим. L появилась. Да, L появилась. Все, причина была в том, именно, что я вначале открыла, потому что вставил флешку. То есть, естественно, приложение видит именно то, что... Итак, все заново. Значит, выбираем образ. Нажимаем открыть. Выбираем флешку L. Ну и все. Вот она, наша флешка L. И вот он наш диск. Нажимаем ОК. И все, и ждем, друзья. Вот, собственно, и все. Далее, естественно, установка флешки идет с флешки ровно как же и так же, как и с установкой Windows. Надо выбрать в, значит, в BIOS, чтобы загрузка шла именно с флешки. Ну и у меня на канале очень много, значит, роликов, как настроить BIOS для... Чтобы загрузить или чтобы установить Windows. Вот, с загрузочной флешки. Так что, друзья, смотрите один ролик у меня про настройку BIOS. Там больше миллионов просмотров. Так что, друзья, значит, ссылки все будут в описании. Мы пока оставим все на паузу. Ну что, друзья, загрузочная флешка готова. Осталось ее просто вынуть. Ну и воспользоваться ею по назначению. Что мы сейчас с вами и сделаем. Друзья, не забывайте нажать на флешку и выбрать извлечь. То флешки могут поломаться.